Вот по дороге нам нужно заправиться, и я хочу ответить на вопрос, а какой расход бензина у автомобиля, который буксирует такой прицеп? Ответ такой, приемлемый для людей, которые могут себе позволить купить такую технику. Вот обратите внимание, прицеп стоит ровно, не в кабрировании, не в пикировании. Несмотря на то, что вес его сейчас в данный момент составляет, ну, где-то 3200-3100, вот, и он буксируется за лонг-крузером 200. Значит, вот если бы не было этого разгрузочного устройства, у него бы была просадка. Вообще, этот выезд на природу мы организовали для вас. Я хотел показать, как отдыхают осенью с прицепами дач и автодомами. И хотел рассказать вам, что такое инфраструктура и что такое проходимость вот этих вот американских автодомов и прицепов дач. Вот прямо сейчас вы посмотрите, как мы проходили препятствия, там всякие неровности, как вели себя свесы вот автодомов и прицепов. Вот буквально через там 30 секунд вы это увидите. Вот сейчас мы пока едем туда на природу. И вот это место, которое сейчас мы вам покажем, находится всего в каких-то 20-30 километрах от Краснодара. Мы даже не будем говорить, где, потому что таких мест полно. Около каждого большого города есть вот такие базы, которые называются базами отдыха, а не кемпингами. И охранник, мимо которого мы будем проезжать, он увидит автодома первый раз в жизни. Вот, друзья, мне очень интересно вам показать, как сюда заедет американская техника. Особенно автодома. Вот сейчас мы будем это все вам показывать во всех подробностях. Вот первый прицеп Keystone Bally 290 BHS. Это прицеп, который считается самым лучшим американским прицепом в России. То есть его масса 3 тонны в заряженном состоянии. 3 тонны 447 килограмм. Вот он сейчас заезжает. И давайте посмотрим с вес, как пройдут. Как пройдут его с вес и вообще как он пройдет. Вот посмотрите, как отрабатывает разгрузочное устройство. Смотрите, какой угол. Даже не касается ничем, абсолютно. Но нас сейчас интересуют свесы. Значит, обратите внимание, самая низкая точка. Вот коснется она или не коснется. Ну, а теперь здесь это вообще внедорожный прицеп, по сути дела. Все проходит идеально. Так, вот обратите внимание, какая сложная здесь дорожная ситуация. Посмотрим, как отработает прицеп. Андрей, давай, все хорошо. Так. 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 Внизу, подожди. Проходит, проходит. Так. И все замечательно прошло. Видите? Вот что значит внедорожный американский прицеп. 12 метров длиной, 12. С огромными свесами. Чудесно. Вот смотрите, через вот эту вот, вот через этот бугор он прошел. Все хорошо. А давайте теперь посмотрим, как пройдут здесь американские автодома. Так. Так, это Тор Эйс 30.4. Этот автодом продается. Значит, сейчас его можно купить. Автодом в состоянии лучше, чем новый. Смотрите свесы. Так. Тор Эйс 30.4. Смотрите его внедорожные характеристики. Смотрите, как он заезжает. Так. Медленнее, медленнее. И все. И прекрасно прошел. Вот тестовый наш бугор, да? Который автодом чудесно, замечательно проходит. И даже не зацепился ни за что. Fleetwood F-35. Этот автодом тоже продается. И сейчас мы посмотрим, как он зайдет, вот наш тестовый, как он пройдет наш тестовый бугор. Так, Fleetwood F-35. Американский автодом с очень большим свесом. И мы сейчас его испытываем, как он заезжает в кемпинг. Ну, скажем так, пока нормально. Пока все в порядке. Вот наш проверочный бугор, да? Пока. Пока хорошо, давай. Пока все. Вась, по-малу, по-малу, вообще потихонечку. Давай, давай. Да, 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 только рано назад еще. Давай, давай. Давай. Значит, вот это самый длинный автодом американский, самый длинный, который заезжает вот в российскую базу отдыха вот с таким подъемом. Нигде не зацепился вообще. Нигде. Все, прошел идеально. Вот и ответ на вопрос, какая проходимость у американской техники. Прекрасно. Ребята, господа скептики, уговаривающие себя, что это все фуфло, вот мы вам на примере показали. Ну, а теперь посмотрим, как мы их подключим. Это и есть пластинат. Да, это и есть пластинат. A lot of money plants here, but first our... Все дерево сделано, в общем, именно... Optimize isolation. Вы получаете, должны получать от этого кайф. Продолжение следует...